Лично у меня было ощущение перед этой игрой, что динамо как минимум не проиграет и дело тут не обязательно в игре. Есть просто ситуация, когда команда находится на определенном подъеме. Вот идет позитивный импульс и команда выиграла у Стявола, несмотря на то, что отдыха получается у них на сутки меньше, но Шахтер вел 2-0, сыграл 2-2 спорту. Мы же не говорим, что это несправедливо, на самом деле там все справедливо, все нормально, но дело в том, какие эмоции остались в осадке. И Динамо выиграла в матче, в котором оно имело гораздо меньше моментов, Шахтер больше создал и гол вроде такой, как недоразумение, залетел. Но суть в том, что жаловаться-то не на кого Шахтеру, потому что любые жалобы здесь несостоятельные. Из таких вопиющих эпизодов, которые совершенно никак и никуда, это разве что желтая от Тейшери, когда его срубили, ему желтую дали. Но это же ни на что реально не повлияло. Удаление, ну было. То есть мы не можем говорить такое, что… Не, было предупреждение, которое повлекло за собой удаление. Были два предупреждения. Спорить с ними – это бессмысленно, потому что можно всегда говорить, а вдруг бы он не дал. Мог не дать? Ну мог не дать, но имел все основания дать, потому дал. Все нормально. А не умение проигрывать – это, кстати, тоже наша футбольная черта, которая… она существует в многих странах. Но у нас особенно. У нас, по-моему, никто особо тихо не проигрывал. Ну, во-первых, «Динамо Киева» обретает какое-то лицо и какую-то стабильность видно в взаимоотношениях. Если при предыдущем тренере, наверное, какие-то были внутренние взаимоотношения, то в данной команде видно, что они выровнялись и они направлены на пользу украинских футболистов. И сегодня главенствующую роль играют украинские футболисты. И поэтому было четко видно, что «Динамо» как бы улучшает более стабильно в игре. Не относительно «Шахтера», а более стабильно того «Динамо», что было. А тому «Динамо» не хватало стабильности. Из-за этого, наверное, было многолетнее поражение. Но, конечно, и «Шахтер» сегодня, считай, он живет не дома и находится не дома, они все время в дороге. Я уверен в том, что это тоже накладывает моральный отпечаток, когда ты находишься не в том городе, и ты находишься в режиме гостиничного все время состояния. Это не очень легко. То есть ты все время играешь на выезде. Но здесь жаловаться на судейство, я считаю, не нужно в данной боевой игре. Да, если смотреть с профессиональной точки зрения, можно было еще двоих, можно было показать одну еще киевскому «Динамо», она могла быть второй, можно было еще две показать игрокам «Шахтера», у него тогда было бы три красных карточки. И это справедливо. Но об этом никто не сказал. Об этом не сказал Степаненко, как он нежно поговорил с ассистентом. И это не сказал Андриана, как он нежно оставил лежать на футбольном поле рыбку. Ну, ловись рыбка большая-маленькая, полежи потихоньку. Они об этом не сказали. И интересно, что не реагируют дисциплинарные органы на это. Хотя мы за укус Суареса, мы наказали, ну не мы наказали, FIFA наказала, а в нашей федерации нет силы. Поэтому и Луческо, слава богу, не кричал там «Браво, федерация», потому что сегодня не то «Браво». Ну, это давняя вражда, это давнее взаимоотношение, это воспитано, да все футболисты, которые играют в обеих командах. Они с детства… Хотя Донецк воспитал тренера футбольного клуба «Динамоки» в лице Реброва. Ну, да. Об этом мало уже кто помнит, потому что все-таки в форме Шахтера мало кто из нынешних болельщиков застал Сергея Реброва. Было такое, да. Давным-давно на Матвеева поменяли и вот получилось. Ну, было и Трошкин, и Коньков был как бы в форме Шахтера. Это уже вообще по книгам. Да, это по книгам. Поэтому вот такие. Но я хочу сказать, все равно дерби получилось и на прекрасном стадионе и поддержкой. И мне что понравилось, в принципе, вот в ложе ВИП, когда забивала «Киевская Динамо», аплодирование не стоя лицом к полю, а обычно к руководителям, чтобы они видели, что им хлопают. Правда, болели больше за «Киевская Динамо» Шахтера было. В Киеве все-таки. Ну, когда-то было в Киеве кубки, что больше болельщиков «Шахтера» было на финалах кубка, чем «Киевского Динамо». Ну, было такое. Было. Поезда тогда ходили. Да, да. Поэтому надо отдать должное «Шахтеру», чтобы все-таки команда в таких условиях играет, работает. Есть положительная тенденция, что несмотря на то, что хотели матч «Шахтер» перенести «Динамо», все равно этот матч сыгрался по календарю, приехали в сборную, выиграли.